Здравствуйте! Сегодня в студии Народного телевидения Мордовии первый заместитель секретаря Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального исполнительного комитета Сергей Борисов. Сергей Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте! Как вы оцениваете избирательные кампании, прошедшие 2016-2017 годов? Совсем недавно мы завершили кампанию 2017 года по выборам главы республики Мордовия. И в 2016 году мы избирали государственных депутатов Государственной Думы, Государственного Собрания и наших депутатов муниципальных образований. Выборы и прошлого года, и этого года прошли, я считаю, очень интересно, очень открыто. И самое главное, они прошли в рамках правового поля. Особенности, конечно, были. И вообще, я хочу сказать, простых выборов никогда не бывает. Но выборы, особенно 2016 года, они проходили в сложных экономических условиях, которые были обусловлены теми санкциями, которые были введены против нашей страны, Соединенными Штатами Америки и странами Евросоюза. И нарушение вот этих вот экономических связей, оно не могло не сказаться на жизни простых людей, на их социальном самочувствии. Но, тем не менее, даже в этих условиях еще раз выборы показали, что в условиях сложного экономического кризиса, в условиях финансовых рисков, люди выбирают стабильность, люди голосуют за ведущую партию, проверенную партию, которую они знают. И еще вот эти выборы показали, конечно, что наш избиратель очень сильно изменился. Население стало более грамотным, более активным и более требовательным к политическим партиям. Сегодня уже никого не увлечешь пустыми обещаниями, какой-то критикой, и людям нужны практические дела. И успех нашей партии, он как раз был обусловлен вот этими практическими делами, повседневными практическими делами. Ведь мы находимся на постоянном контакте с избирателем, не только в ходе избирательной кампании, но и в повседневной деятельности между выборами. Вот сегодня выборы закончились, но мы продолжаем работать. И мы продолжаем доказывать, что мы реально являемся ведущей политической силой, что мы реально можем принести пользу людям. Нужно решение тех проблем, которых у нас еще очень много в обществе. И мы не проводим митингов, мы не кричим «Долой!». Мы просто делаем, как вот последний девиз нашей кампании был, «Шаг за шагом вместе сделаем жизнь каждого лучше». И вот я хотел бы привести пример. Может быть, в Старом Шайгове очень длительное время не было парка. Можно же провести тысячу митингов и говорить о том, людям негде отдохнуть, нет парка, некуда с детьми выйти, негде спортом заниматься, некуда детей вывести. А можно просто взять и сделать. И вот партийный актив Старошайговского района, глава района, один из самых опытных у нас, он член президиума нашего политического совета, Мухин Геннадий Александрович Шишканова, Татьяна Анатольевна, секретарь местного отделения партии. Вот весь партийный актив Старошайговского района, они организовали людей, они расчистили площадку, они посадили там более 400 деревьев, кустарника декоративного, сделали дорожки беговые, сделали детскую площадку прекрасную, поставили лавочки. И вот такие практически дела, они ведь будут оставаться для нескольких поколений. И вот это сегодня востребовано. А можно просто кричать «долой» и все плохо. Я думаю, что лучше делать. И вот избиратель как раз он это чувствует и голосует за того, кто работает. И я хочу еще раз сказать спасибо тем избирателям, которые отдали свои голоса за наших кандидатов и в 2016, и в 2017 году. И хочу сказать, что это, конечно, то высокое доверие, которое нам оказано, мы будем стараться его оправдывать. Какой возраст вашего избирателя, избирателя партии «Единая Россия»? – Вопрос очень интересный, Оль. Дело в том, что если за нас проголосовало более 80% избирателей, то, наверное, возраст наш от 18 до конца. – От 18 и старше. – Ну да. – Ну вот такая высокая поддержка в нашем регионе партии «Единая Россия». С чем она связана? Как вы считаете, почему «Единая Россия» имеет такие прочные позиции у нас в Мордовии? – Ну, наверное, в первую очередь потому, что это закономерный результат нашей каждодневной, повседневной работы. Потому что мы постоянно находимся на контакте с избирателем, не только в избирательной кампании. И, как я уже говорил, мы занимаемся практическими делами. Главная цель нашей партии – это повышение благосостояния людей, улучшение условий жизни. И мы через свои партийные проекты, через целевые программы стараемся решать именно те вопросы, которые сегодня волнуют людей. У нас еще очень сильно в последние годы изменился подбор кандидатов, система подбора кандидатов. Мы с 2006 года начали проводить внутрипартийные предварительные голосования. То есть, прежде чем выдвинуть кандидата, мы его выдвигаем не как-то там кулуарно, не как-то по решению какого-то там одного человека или группы людей, что вот надо именно вот этого хорошего, доброго дядю надо сделать депутатом. А мы выносим на суд общества, на выбор избирателя предварительно наших кандидатов. И вот в 2016 году мы начали уже по первой форме проводить предварительные голосования. Оно уже не является внутрипартийным, как оно первоначально задумывалось. Потому, что мы советуемся уже не только с членами партий, но и советуемся со всеми людьми, даже с членами других партий. И в принципе, хотя первоначально казалось, что это очень сложно, там могут строить какие-то козни, но даже вот эти выборные кампании показали, что это очень здорово, когда наши кандидаты проходят вот такой фильтр, и они на выборные кампании уже подходят грамотными, подготовленными кандидатами. И вот эта система, она позволяет из лучших выбрать лучших. И у нас сегодня очень хорошие депутаты, замечательные, и Государственные думы, и Государственного собрания, и муниципальных образований. Именно благодаря тому, что вот они прошли вот этот фильтр, и их выбрало общество еще до, накануне выборов. И общество подсказало партии «Единая Россия», что мы хотели бы видеть именно вот этого кандидата. Нашим депутатам или нашим главой республики. Вот эта система, она тоже играет большую роль. И потом, ну все же, главное, я еще раз, может быть, повторяюсь, но я сейчас скажу, конкретные дела нужны. Конкретные дела. Ведь если вы обратили внимание на выборную кампанию 2017 года, да, ведь наша партия разместила баннеров меньше в два-три раза, чем другие партии. Почему? Потому что если мы работаем постоянно с людьми, нам не надо показывать, вот наш кандидат, не надо напоминать, что вот наша партия существует. Ну что такое вот баннер? Кусок картонки с изображением или с обещанием там чего-то. Когда мы находимся в контакте с людьми, вот этого уже особо и не нужно. Вот как сказал Сент-Экзюпери, нет ничего лучше простого человеческого общения. Вот наш кандидат Владимир Дмитриевич Волков, он проехал все районы, провел десятки встреч, более 50 встреч лично. Его доверенные лица встречались. И когда вот мы обобщили те проблемы, которые волнуют сегодня людей, когда мы их заложили в программу нашего кандидата, вот это важно. И если брать результаты даже последних десяти лет, то у нас всегда была явка более 80% и всегда было голосование за кандидатов от партии «Единая Россия» более 80%. Это стабильный результат, который достигается ежедневной, повседневной работы. Наверное, вот это вот главное. Единая Россия реализует достаточно много целевых программ, среди них много социально значимых. Расскажите, пожалуйста, каким образом выбираются те проблемные болевые точки, на которые будет направлена та или иная программа, в направлении которых будет вестись деятельность партии. И возможно ли представителям местной власти, региональной, то есть мордовским властям, депутатам Госсобрания Республики Мордовия, проявить инициативу и тоже как-то поучаствовать в создании именно федеральной целевой программы партии? Ну, партия «Единая Россия», являясь ведущей политической силой нашего общества, конечно же, участвует во всех целевых государственных программах. И даже, я бы сказал, мало того, что она участвует, она их формирует. И вы правильно задали вопрос, как идет формирование. Оно идет в формировании снизу. Вот партия дает свою партийную площадку как раз для обсуждения тех насущных проблем, которые волнуют людей. Это партийные собрания, первичных отделений, конференции. Это работа наших депутатов, работа наших общественных приемных. И на основании вот этих потребностей и нужд, которые волнуют людей, формируются как раз целевые программы. И они становятся государственными через наших депутатов. Наш депутатский корпус, начиная от муниципального уровня и заканчивая депутатами Государственной Думы. У нас четыре депутата Государственной Думы. Они занимают очень активную позицию. Я рассказал, что у нас уже депутаты очень активно работают. У нас Василий Иванович Пискарев, вы знаете, является председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции. Ефимов Виталий Борисович является первым заместителем комитета по транспорту и строительству. Воробьев Александр Васильевич является членом комитета по аграрной политике. Чиндзяскин Сергей Викторович занимается информационными технологиями, является членом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. И вот через них идет аккумуляция тех вопросов, которые волнует сегодня наше население, на федеральный уровень. И наше государственное собрание тоже очень часто выступает с законодательной инициативой. И зачастую те вопросы, которые потом выходят на федеральный уровень, они обкатываются у нас. И потом уже по инициативе государственного собрания идут на рассмотрение Государственной Думы и на решение уже высших органов. Вообще, участие партии в государственных целевых программах партия осуществляет как раз через партийные проекты свои. У нас на сегодняшний день на территории республики реализуется 19 партийных проектов. Все они носят практический характер. И все они были рождены на основе обращений граждан, нужд граждан, тех просьб граждан, которые высказывают нам в ходе. И в последнее время, вот в этом году, у нас введено новых четыре проекта. Это городская среда, театры детям, парки малых городов. То, о чем вы говорили. Но городская среда – это благоустройство дворовых территорий. Ведь это волнует каждого нашего жителя. Волнует. Я думаю, что да. И проблема на сегодняшний день такая и есть. Потому, что кому-то не хватает автомобильной стоянки, кому-то детской площадки, кому-то ямы мешают во дворе. И на сегодняшний день, по 2017 году, у нас было заключено договоров на благоустройство 254 дворов. Может быть, конечно, это мало. Но в течение года сделать ремонт 254 дворов. Ведь там живет, если посчитать многоэтажные дома, достаточно много людей. И это конкретная помощь тем людям, которые живут и которые нуждаются в этом. Там строятся детские площадки. Там асфальтируется территория. По партийному проекту «Театры детям» у нас уже выделены и производятся работы по ремонту нашего детского кукольного театра. И в четверг, я хотел бы сказать, что партийный проект – это не только выделение денег и решение каких-то проблем реконструкции, ремонта. В рамках партийного проекта «Театры детям» у нас происходит обмен театральными труппами. И вот в четверг уже начинается у нас выступление. Будут трупы из Нижнего Новгорода, из Марийской Республики, из других регионов Приволжского федерального округа. Наш театр тоже поедет по другим регионам. Тоже будет показывать свое мастерство, радовать детишек из других регионов. По парке «Малых городов» по партийному проекту у нас произведен ремонт и обустройство парка Рузаевского города Рузаевки. Там как раз личное кураторство осуществляет наш депутат Пискарев Василий Иванович. Выделены там достаточно средств. Тоже значительно улучшилось состояние этого парка. Сергей Васильевич, расскажите, пожалуйста, каким образом ведется работа по исполнению наказов избирателей? Наказы избирателей являются одной из приоритетных направлений деятельности нашей партии и нашего всего партийного актива. Вы знаете, что неоднократно и Владимир Дмитриевич Волков, глава нашей республики, член президиума нашего политического совета, и секретарь нашего регионального отделения Чебиркин Владимир Васильевич неоднократно говорили о том, что все, что было получено, все наказы, они будут исполняться. Ни один наказ не останется без внимания. Всего в процессе выборной кампании 2016 года у нас было обобщено более 5000 обращений и наказов граждан. Еще, наверное, столько же, это не все, еще, наверное, столько же было обращений в ходе выборной кампании. И сегодня занимаются и государственные органы, и наш партийный актив выполнением этих наказов. Для нас это очень важно и свято, и не выполняя наказа, мы, конечно, не можем не выполнять, потому что мы всегда дорожим тем доверием, который нам оказывает избиратель. Поддержать партию «Единая Россия» на выборах – это дело каждого гражданина, личный выбор. А если хочется стать к партии еще ближе и вступить в ее ряды, насколько сложно это сделать? Ну, это абсолютно не сложно. Членом партии может быть гражданин Российской Федерации, это обязательное условие, достигший 18-летнего возраста, разделяющий цели и программы партии и принимающий участие в ее работе. Вот, вроде бы, небольшие требования, но для любого активного человека наши двери открыты. Сделать это абсолютно не сложно. У нас на каждом избирательном участке создана первичная организация. У нас вообще всего 854 первичных организации, 25 местных отделений. По вопросам приема в партию можно обращаться как в первичное отделение, так и в местное отделение. У нас очень большая организация, очень мощная. У нас на сегодняшний день, вот на 1 октября, было 27 811 членов партии. Это составляет 4,39% от процента избирателей. Это очень высокий процент. Мы никогда не гнались и не гонимся за количеством. Нам это не нужно. Но мы всегда готовы открыть двери и мы всегда приглашаем активных, неравнодушных людей в свои ряды. Потому что партийная площадка – это и социальный лифт, и возможность для людей реализовать свой потенциал. Поэтому мы всех приглашаем. Пожалуйста, мы готовы. Но надо идти в партию не для того, чтобы там получить какие-то дивиденды, а для того, чтобы реализовать свои потребности и свои возможности, самое главное, на благо нашей республики. У вас, Сергей Васильевич, 30 лет стажа военной службы, 4 высших образования. Что вас привело в партию? Это какие-то душевные ваши личные убеждения? Или, может быть, просто так сложилась карьера, так сложилась ваша работа, служба? Ну, о карьере, наверное, здесь сложно очень говорить. Это не карьера. А то, что я всегда на протяжении и службы в армии, и сегодня, наверное, всегда заточен, воспитан я так, что я не могу быть равнодушным. И мне привело, наверное, вот позыв души, и то, что я реально убежден в той линии, которую проводит наша партия. Я являюсь настоящим и надежным сторонником нашего президента Владимира Владимировича Путина, который явился основателем нашей партии. Ну, и я хочу участвовать в той большой работе. Я хочу, чтобы наша страна была сильной, могучей. Я хочу, чтобы наши люди жили лучше. Как вы считаете, позвольте спросить, ваше личное мнение, должна ли партия уделять внимание морально-нравственному воспитанию молодежи? Обязательно. Это же наше будущее. Каким образом это может быть реализовано? Ну, вот вообще членство в партии, это не значит ведь только как бы ходить на собрания, выполнять решения там собрания, выполнять какие-то партийные поручения. Партия – это сообщество людей, в которых, в котором люди, ну, как-то равняются друг на друга, наверное, смотрят. И партия, которая пропагандирует идеалы семьи, идеалы духовности, доброты. Ну, вот даже просто участие в работе такой партии, оно уже является воспитанием. И чем больше мы будем об этом говорить, тем больше мы будем общаться с молодежью, чем больше мы будем показывать личный пример, тем лучше будет наше общество, потому что те ребятишки, которые сегодня растут, вот у нас есть замечательное наше молодежное крыло, молодая гвардия, они тоже проводят очень большую работу, и вот волонтерскую работу, и когда вот они помогают ветеранам, когда пожилым людям помогают, когда организовывают какие-то свои акции, вот это и есть воспитание. Воспитание практическими делами и практическим примером, вот это главное, что нужно для сегодняшней молодежи. Хотим мы жить завтра лучше, надо делать молодежь лучше. Какие приоритетные задачи сейчас стоят перед региональным исполнительным комитетом партии? Региональный исполнительный комитет является основным исполнительным органом партийной организации, высший орган у нас конференция, потом политический совет, президиум, а исполком является исполнительным органом, который организует текущую партийную работу. У нас очень хороший коллектив, очень сильный коллектив, и фактически региональный исполком является основой всех избирательных штабов, которые организуют работу по выборам. Но эти задачи, они вытекают из тех проблем, которые у нас сегодня есть в обществе, и если брать глобально, то, конечно, в следующем году у нас выборы президента Российской Федерации, и, конечно же, наша партия будет принимать активное участие, и я уверен, что мы добьемся поддержки нашего избирателя, и тот курс, который проводит сегодня Владимир Владимирович Путин, он будет продолжен. Сергей Васильевич, я позволю себе задать вопрос, который сейчас обсуждает весь интернет, я не могу обойти его стороной. Ксения Собчак собирается идти на президентские выборы. Ваши личные отношения, зачем это нужно? Ксении Анатольевне Собчак, есть ли у нее какие-то перспективы? Ну, если говорить, зачем это нужно, наверное, спросить у Ксении Анатольевны. Ну, а я могу сказать свое мнение, что лично я ее не могу представить президентом Российской Федерации. Она, конечно, очень талантливый человек, раз она известна так достаточно широко в нашей стране и, может быть, даже за рубежом. Но, понимаете, президент страны, тем более России, это что-то более серьезное. А потом, вы знаете, ведь выборная кампания еще не объявлена. Понимаете, вот вообще этот факт говорит о том, что наша страна достаточно демократичная. И если у нас есть возможность... Я вот говорил по предварительной голосовании, которое проводит наша партия, да, накануне выборов. Ведь там тоже, пожалуйста, есть условия. Если есть желание, выдвигайся. Ведь у нас есть достаточно много людей, которые очень активны, которые могут принести пользу обществу, но мы их иногда не видим. А вот через самовыдвижение они выдвигаются, и пройдя там, допустим, наш фильтр предварительного голосования, и показав себя, что он и партии таких готовы поддерживать. Но не могу я себе представить Ксению Анатольевну, чтобы ее поддерживала там наша партия. Но это мое личное мнение. Ну и у Ксении Собчак, и у нас, у избирателей, есть еще достаточно времени до марта 2018 года, чтобы все хорошо обдумать и принять свое решение. Сергей Васильевич, большое спасибо вам за беседу. Приходите к нам в студию еще. Спасибо. Будем вас ждать. Спасибо. Сегодня в студии Народного телевидения Мордовии был первый заместитель секретаря Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального исполнительного комитета Сергей Борисов. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова